Друзья, всем привет! Поздравляю вас с новой Кисловодской прогулкой! Сегодня она будет непродолжительная, но интересная! Тема сегодняшней прогулки подсказал зритель моего канала Михалыч. На улице Подгорная есть примечательный дом, в котором до революции жили царские чиновники. После гражданской войны в этот дом заселили простой народ и там долгое время жила его прабабушка и до 95 года жил Сан Михалыч. Этот дом на Подгорной, дом номер 14, нам сегодня надо и найти. Сейчас я иду по улице Ермолова и первый поворот налево. Это должна быть улица Подгорная. Судя по всему до Подгорной я дошел. Вот это первый поворот налево с Ермоловой. Это у нас Ермолова и сюда первый поворот на Подгорную. В начале Подгорной небольшой такой подъемчик. И посмотрите какие здесь дома. Мы идем в правильном направлении. Это действительно улица Подгорная, дом номер 7. По правую сторону большой дом, пятиэтажный. Ну это конечно недореволюционная постройка. А по левую сторону, по нечетной стороне чувствуется, что дома с историей. Посмотрите какой на крыше котик красавчик. И улица вроде тихая, но на обочине стоит много машин. Подгорная 11. И уже совсем недалеко, я думаю и наш дом 14. По правую сторону сопровождает меня такая солидная подпорная стенка, выложенная из камней. Дом номер 12. И похоже следующий уже наш дом. Не в отэтле? Ну пойдемте посмотрим. В проулке показались купола Никольского храма. А дом, на который я думал, что он 14, оказался 16. Судя по всему, он тоже не новый. Скорее всего, дореволюционный. Подгорная 14. Ну вот он, 14 дом, где жил Михалыч. Так дом номер 14 выглядит с улицы. На заднем плане строение на вид действительно старое, по слову Михалычу, именно дореволюционной постройки. И наполовину оно уже обшито сайдингом, обновлено. А перед домом новая пристроечка. Ну видно, что она построена достаточно недавно. От подгорной 14 зайдем опять в тот же двор, дом номер 16. Там я увидел тропинку, которая ведет на гору Солдатская. Давайте-ка еще раз поднимемся на эту горку. Мы на ней уже бывали, теперь заберемся на нее, но уже с другой стороны, с той, с которой когда-то спускался с нее. Вот она, эта тропинка, и мы пойдем по ней на гору Солдатская. При подъеме на Солдатскую горку, 14 дом открывается сзади. Здесь я познакомился с его хозяевами. Они в этом доме живут не так давно, об истории его ничего рассказать не могут. Знают только, что дом действительно старый. Вот наш 14 дом, и посмотрите, какие виды с него открываются. Храм Никольский, санаторий, кусочек города. Наш дом остался ниже, а я сейчас иду по тропинке, которая выведет меня на Солдатскую горку. Мы уже почти у цели, почти на горке Солдатской. Отсюда идет тропиночка, метров 100 до горки, и мы будем на ней. Вот где показалась антенна, это и есть наша горка Солдатская. Посмотрите, что видно с этого места. Все в тумане. Погода в Кисловодске в апреле, в мае, очень переменчивая. Только что было солнышко, и вот уже все затянуло. Даже заморосил дождик. Температура сегодня 8 градусов. Ощущается как 7. И иногда поддувает небольшой ветерок порывами. Еще метров 50, и я окажусь на вершине горки Солдатская. На самой Солдатской горке ничего не изменилось. Рядом та же антенна, колодцы, два колодца. Сама вершина, это такой забетонированный круг, метров 15 в диаметре. В колодцах, ну вы видите, какая-то мусорка. Появилась лестница, которую я не видел в своей первой прогулке сюда. Непонятно, что, кто тут обитает. Скорее всего, никто. Но мусора здесь навалом. Еще одно отверстие, какой-то колодец дополнительный. И, как вы видите, внутри проходит труба. Скорее всего, водопроводная. И посмотрите, какие прекрасные виды открываются в данной Солдатской. План сегодняшней прогулки выполнили на 100 с лишним процентов. Дома Михайловича на улице Подгорной нашли. И, как бонус, еще раз поднялись на горку Солдатская. На этом мы с вами прощаемся до следующей прогулки. А я только напомню, чтобы вы не забыли поставить лайк и подписались на мой канал, кто этого еще не сделал. Всем добра, здоровья, пока-пока. Отправляемся в обратную дорогу. К концу прогулки немного распогодилось. И температура поднялась аж на 1 градус, до 9. Но зато ощущается, как 6 градусов тепла. Нормально для прогулки. Редактор субтитров А.Семкин